так 25 апреля 2024 год сейчас нового ничего не скажу просто перезаливка вчерашнего моего спича у меня просто после дежурства сумбурно сказал более так постараюсь по крайней мере поводы для оптимизма и почему и почему они достоверны и достойны поводы для оптимизма украинцев и отсутствие поводов для пессимизма и почему эти поводы которые предъявляются они никчемны первый повод для оптимизма это тоже уже подписан уже подписан байденом закон по им пакет на 61 миллиард долларов на для украины до за три года завод 3 год идет война за до этого байден подписывал за те два с лишним года что уже идет война подписывал на 44 миллиарда а сейчас на один год меньше сколько сейчас уже апрель до до конца финансового года 61 миллиард долларов это раз второе этот самый рисунок или великобритания дает рекордный пакет 500 миллионов узнала фунтов стерлингов это где-то получается в этих в долларах там 600 чем-то в любом случае это рекордный пакет опять же за все эти два года с лишним войны что который великобритания предоставляла украине дальше что у нас идет третье самолеты которые мы ждем уже третий год да вот эти f16 наконец-то в мая мая уже через неделю до сегодня 24 то есть в 25 год то есть меньше через неделю у нас уже в этом месяце в мае приходит первые самолеты f16 который за этот год придет 60 нидерланды эти самые голландия потом дания и норвегия нам передают эти самолеты с обвесами с обвесами 3 4 это вчера блин нафиг взяли под и усы блин нафиг это третьего человека блин в российской федерации запама по масштабу личности у кавычках личности этого тимура иванова как бы эклектично это не звучало имя с фамилией да то есть это у нас заместитель шайгу то есть понятно что у нас первый этот самый вам этот пукин потом над ним то второй там шайгу там много этих вторых да там шайгу там какие-то портникова бортникова блин все это шелупой а потом уже пошли вот это еще больше этих кирпичиков третьих да вот он в иерархии то есть это взяли все таки ну блин не фиасе этот псы начинают игры с друг другу крыса вот эти бульдоги под корову начинают пожрать перегрызать друг другу в принципе и стоило ждать это никогда не знаешь когда это начнется вот это вполне возможно первые уже такие первые косточки которые из-под ковра вываливаются окровавлены до 4 это у нас это у нас кадыров я посмотрел на кадырова я не знаю я конечно понимаете я смотрю на ю тубе все на второй скорости потому что у меня времени хватает на первой скорости смотреть я когда думаю надо посмотреть объективно как он правду говорят что он плохо себя чувствует но когда со второй скорости переключился на первую мне показалось то что он умирает что он уже умер что это уже просто пар изо рта этот последний выдох позже он может притворяться ребятки вопросов нет но блин нафиг для нас не существенно как для украинцев притворяется лучше он не способен или он на самом деле не дееспособен это серьезная вертикали власти путина серьезно такая кирпичик он конечно не краеугольниками но очень серьезный камешек в основании если там чечне все как началось все в чечне так она и закончится шум очень может быть вполне возможно то есть да это 4 что у нас там еще 5 потопы и пожары то есть то что затопило блин да конечно ужасно там гражданское население скажут мне бегает это с выпученными глазами баба и орет за шоу погиб говорит мой блин нафиг этот самый у тыра когда же его погиб оказывается здесь она теперь ее дом затопила она там сидит на клуша блин нафиг вот думать в общем понятно да то есть я говорю что после потопа начнутся пожарную думал летом она не летом одновременно то есть петербург завалилась я обладаю рождение ливина ленинград потопа блин нафиг вода не сошла уже горит но это просто прелесть я не знаю ждем тунгусского метеорида по моему в этом именно направлении так все я перечислил по моему до 5 что там еще было кадыров потоп наводнения блин сейчас ждем после инаугурации еще вот что можно спрогнозировать доли достоверности просто практически стопроцентно это после инаугурации будет рост доллара там значительный в россии то есть очень обесценница валюта потому что вы просто я это говорю в прошлом году когда они в бюджет закладывают рост ввп 1 процент на уровне погрешности а доходы бюджета до 25 процентов то есть это девальвация рубля блин на четверть то есть они видно сейчас еще ждут там держат как-то за яйца этот курс доллар заставляют продавать своих этих нефтяников сразу вырученную валюту назад страну возвращать но это долго на это не смеется сам и ждем ребятки моста как только руку пока римскому мосту панут наши вот это начнется жара вот в общем все что я хотела перечислить вчера тут просто ну разорался уже сильно по поводу данных как-то очень эмоционально поставок а и пессимизм почему не умею неуместно мне вот это же говорю что дадут не все первый аргумент да может быть дадут не все но и здесь лишь 61 миллиарда нам дадут 30 блин это уже очень очень хорошо а то что она уже идет она уже идет сто процентов да то есть что-то будет это лучше чем ничего не было блин целых 7 месяцев мы сидели на голодном пайке просто капец дальше помимо того что мы за это время сами уже начали богданы там делать да там беспилотники эти квадрокоптеры ко мне приходят квадрокоптеры блин ну не ко мне я одни квадрокоптер то есть приходят уже и мы их видим блин нафиг это делают уже наши ребята сосед блин нафиг подумал сейчас хлопец отпуска вернулся у него сосед по дому делает ну друг его делает эти квадрокоптеры сам закупает там на 3d принтере что-то программирует блин капец на в общем это раз то есть что что придется этой помощи что-то уже хорошо второе это тоже говорят болен стреляют на хрен по мирным городам да нафиг блин конечно стреляют по мирным городам это мир оккупированные города и там над людьми издеваются там их казнят насилуют там ну да то есть это же еще раз это не мои слова это доклад о международная комиссия по расследованию блин 15 марта 2020 года последний доклад читайте сами я прочитал чуть-чуть я там как дохожу до того что там беременные женщины солдаты я не могу я бросаю у вас хватит на это сердце воли блин читайте дальше блин нафиг раскрадут говорит раскрадут нафиг эти самые по помощи как расскажу как ты украдешь я же говорю хаммерс как ты куда-то его куда-то вот и 155 снаряд еще россияна по у них 152 калибру блин нафиг не продашь ему ну то есть может и продаж для коллекции поймаешь памятник на могиле этого голова гнома то есть я же лучше всего по моему по этому поводу высказался не знака лесмен это или кто-то на трибуне говорил американец я смотрю и больный мой перевод звучит примерно так все море нас упрекают что мы миллиарды помогаем украине держит вместо того чтобы помогать вместо того чтобы использовать эти миллиарды на бездомных я объясню почему этого невозможно в нашей стране запрещено законом использовать оружие второй мировой войны по бездомным если вы не республиканец то есть шуткануток человек молодец хорошо смешно то есть и действительно он говорит что нельзя его применять здесь у нас мы просто в современных войнах америка этого не примета для нас для украинца это просто счастье и спасибо большое кто помогает нам словаки там правительство отказала до словаки сами собрали 3 миллиона евро там нам передают всем огромное спасибо мы доконаем рашку все воду кредит